Дарья Вершиленко Поддержка коллег, журналисты-политузники Кремля, Сущенко и Семена, лауреаты премии за свободу слова. Домашний уход. Украинцы в США создали агентство помощи тяжелобольным. Инициатива – часть американской госпрограммы. Сквозь время и расстояние. Голограммы. В Лондоне читают лекции вместо преподавателей. В Трудности перевода. Российский суд не смог продлить арест Павлу Грибу, потому что не пришел переводчик с украинского. Об этом ЮЭТВ сообщил отец арестанта Игорь Гриб. Он объяснил, что Павел разговаривает только на родном языке и не переходит на язык оккупантов. Также Игорь Гриб рассказал, когда его сына этапировали из Ростова в Краснодарское СИЗО, разрешили передать лекарства. Но к Павлу они не попали. Их конвоиры якобы потеряли. Украинец исчез в августе прошлого года в Беларуси. В сентябре стало известно, он в Краснодарском СИЗО. Европейский суд по правам человека требует от России допустить к нему украинских врачей, чтобы оценить состояние здоровья. Павел должен постоянно принимать лекарства. Павел говорит исключительно на украинском языке и не переходит на язык агрессора. Судебное заседание не состоялось. Его перенесли на 6 число. А Павлу продлили срок содержания до 7 ноября. То есть это заседание в любом случае состоится. Роман Сущенко лауреат национальной премии за защиту свободы слова имени Лупченко. Кандидатуру политузника Кремля корреспондента Украинформа жюри поддержала единогласно. В Киеве премию вручили дочери Романа Сущенко Юлии. Награда присуждается ко дню рождения Игоря Лупченко, многолетнего председателя Национального союза журналистов Украины. Сейчас он находится в процессе этапирования в колонию, поэтому ни семья, ни консулы, ни адвокаты пока не знают место его нахождения. Но как только это станет известно, мы обязательно ему об этом расскажем. И я уверена, ему будет очень приятно. Это поднимет ему дух и поможет дальше бороться с теми обстоятельствами, в которых он оказался. Собственного корреспондента Украинформа во Франции Романа Сущенко российский суд приговорил к 12 годам колонии по сфабрикованному делу о шпионаже. 8 октября украинского политзаключенного этапировали из СИЗО Москвы в место отбывания наказания. Почти 40 стран призвали Россию освободить украинского журналиста. Крымский журналист Николай Семенат также стал лауреатом национальной премии имени Лубченко. Об этом ЮЭТВ сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он также сказал, Семену в очередной раз не выпускают с аннексированного полуострова на лечение в Киев. Журналисты-оккупанты обвинили в призывах к нарушению территориальной целостности России. Приговорили к 2,5 годам условно и запретили 3 года заниматься публичной деятельностью. Несмотря на наши призывы на медицинское показание нашего коллеги Николая Семены, российская власть не разрешает проходить ему лечение в Киеве. Мы обращаемся в международную организацию и представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа общался с российской властью, чтобы разрешили Семене лечение в Киеве, но они отказали. Меджли созывает конференцию делегатов Курултая крымско-татарского народа. Об этом Рифат Чубаров написал в Фейсбуке. Делегаты обсудят ситуацию в аннексированном Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях временной оккупации полуострова. Также выполнение постановления о реализации крымско-татарским народам права на самоопределение на исторической территории в Крыму. Прекратить агрессию в Украине призывают Берлин и Варшава. Об этом сказал глава Совета министров Польши Матеуш Моровецкий на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. Вместе призываем Кремль придерживаться норм международного права, отметил Моровецкий. Он подчеркнул необходимость сохранить стабильную ситуацию в Украине, так как запуск Северного потока-2 может перекрыть транзит российского газа в Европу. А это, цитирую, является гарантией относительного мира в Украине. Это конец цитаты. Десять раз с начала суток оккупанты обстреляли позиции объединенных сил, сообщают в пресс-службе штаба. Противник применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Бил в районе Авдеевки, Маринки и Широкина. Тяжелое вооружение не применялось. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил. Роют траншей и размещают позиции. В Золотом-5 боевики обустраиваются возле жилых домов. Уже зафиксировали шесть новых огневых позиций и одну траншею оккупантов, сообщил спикер штаба Алексей Жуганов. Данный факт также подтверждает отчет мониторинговой миссии. На севере временно оккупированного Золотого-5, Михайловка, беспилотник ОБСЮ зафиксировал три новых траншеи вооруженных российских формирований. Две из которых соединяются с жилым домом. Общенациональные минуты молчания почтили память жертв Батуринской трагедии в Украине. 310 лет назад украинский город Батурин сожгли дотла. Всех жителей жестоко убили. Сделали это посланники российского царя Петра I, как месть за договор гетьмана Мазепы с королем Швеции Карлом XII. Во времена Советского Союза трагедию замалчивали. Корреспондент ЮИТВ Инна Сазанина побывала в Батурине и расскажет обо всем подробно. 2 ноября 1708 года. Последний день существования резиденции гетмана Ивана Мазепы. Город Батурин был полностью разорен и уничтожен. Были убиты местные жители, в том числе женщины и маленькие дети. Кто же сравнял с землей первую столицу украинского казачества? Это была карательная операция. Организовали ее по приказу российского царя Петра I. О последствиях писала даже зарубежная пресса. Английские газеты выходили с заголовками, что Украина тонет в крови людской. Ну и вот это говорилось именно про Батуринскую трагедию 1708 года. Причиной такой жестокости было якобы предательство Ивана Мазепы, который объединился со шведским королем Карлом XII. Ранее Мазепы был союзником российского царя, однако Петр I нарушил все договоренности. Петр I отказался защищать украинские земли. И в Жолкве на Львовщине он даже сказал Мазепе, что не дам тебе 10 тысяч войска на защиту украинской страны. Узнав об альянсе Мазепы Карла XII, российский царь решает мстить. Посылает 20-тысячное войско на уничтожение Етманской столицы. Приказывает не жалеть ни детей, ни женщин. Мазепы в то время в городе не было. Жители спрятались от врагов крепости. Сутки казаки отражали нападение российского войска, превосходящего их втрое. Однако захватить крепость удалось благодаря предателям. Полковник приутского полка Иван Нос и переводчик Стефан Зертис уговорили своего друга, казака Саламаху. Он вышел с города через подземный ход, пробрался к Александру Меншукову, рассказал про подземные хода. И так город был взят врагом. Вот такими тайными ходами войско Петра Первого, это около 20 тысяч человек, ворвалось на территорию цитадели. Это было очень неожиданно для местных жителей. Удалось ли кому-то выжить, неизвестно. Раскопки в Батуре не ведутся до сих пор. Вот эти останки 500 людей ожидают перезахоронения. Цитадель отстроили в начале 2000-х. В 2004-м установили крест в память о жертвах Батуринской трагедии. Инесса Занин, Ариаслав Матяш, ЮАИ-ТВ. Украина остается щитом, который защищает границы Европы от планов Кремля. Так написал президент Петр Порошенко в Фейсбуке в связи с 300-десятилетием Батуринской трагедии. По его словам, сегодня, как и столетия назад, Россия продолжает свою агрессию и жестокость. В ноябре 1708 года московские войска захватили Батурин, вырезали жителей, разграбили город только за желание быть свободными от московского царя. Такая бесчеловечная жестокость, в результате которой погибли около 15 тысяч человек, шокировала всю Европу, добавил президент. Украинцы открыли в США агентство по уходу на дому для больных после операции и пожилых. Услуги предоставляют бесплатно, так как работа сотрудников оплачивается из американского бюджета. Агентство вошло в часть федеральной программы. Юлия Башко побывала в офисе агентства в Нью-Йорке. Руслана Гавриляк переехала в США 12 лет назад. В Нью-Йорке украинка координирует работу хометендов – ассистентов, которые ухаживают за пожилыми людьми или за больными в послеоперационный период. У нас есть пациенты, которые и три часа нуждаются только в помощи по домашнему хозяйству. Есть тяжелые пациенты, которые нуждаются в уходе 12 часов с 8 вечера до 8 утра. Совсем тяжелые пациенты нуждаются в круглосуточном уходе. Агентство по домашнему медицинскому уходу J&A Health Services основали украинцы. В офисе компании часто звучит украинская речь. Только в нашей компании мы даем работу более 400 сертифицированным специалистам. Из них около сотни украинцев. У нас есть много пациентов, которые просят, чтобы мы закрепляли за ними только украинок. Агентство – часть федеральной программы Medicaid. Она финансируется из бюджета США. За час работы хометенда государство платит до 10 долларов. Очень много людей стареют, и эти сервисы очень нужны. И у нас большая проблема найти качественных людей, которые будут работать. И люди, которые приезжают из Украины, все пациенты их любят. Каждый подходит и жертвует или воинам АТО на радио. Это детям, которые остались без родителей. Леся Блещак, как и все хометенды, прошла месячные курсы и получила сертификат. Она знает, какую медицинскую помощь оказать больному и какое диетическое питание приготовить. Говорит, больше всего пациенты любят украинский борщ и вареники. В США Леся переехала из Львовской области 16 лет назад. Часть своей зарплаты каждый месяц передает в Украину. Молитвы с одной просьбой, чтобы был мир в Украине. Это наша общая боль. Мы много помогаем украинским военнослужащим. Наталья Рунти живет во Флориде. Больше 10 лет помогает приезжим украинцам с трудоустройством и оформлением документов. Рассказывает, с каждым годом за американской мечтой приезжает все больше людей. Но не все могут официально трудоустроиться. Хометенд – это хоть и низкоквалифицированная работа, но легальная. Люди, которые приезжают из Украины, нуждаются в правильном получении информации. Люди не владеют правильной информацией. Некоторые люди, которые приезжают сюда, считают, что деньги здесь растут на деревьях или просто падают с неба. Это не так. Америка – это страна, где нужно работать. Где нужно работать и где нужно соблюдать американские законы. Большинство хометендов, которые работают в компании, это женщины из Западной Украины, которым за 50 лет. Не все они знают английский, поэтому одно из условий трудоустройства – параллельно учить язык на курсах. Из Нью-Йорка Юлия Башко, Антон Куница, ЮАИ-ТВ. Путешествие в Антарктиду. Конкурс по отбору участников. 24-я антарктическая экспедиция в самом разгаре. Министерство образования и науки говорят, в этом году получили рекордное количество заявок от желающих провести на снежном континенте год. Больше расскажет Артем Хоменко. Академик Вернадский – единственная антарктическая станция Украины. Она находится на мысе Марина острова Галиндес на западном побережье Антарктического полуострова. Украина получила ее от Великобритании в 1996 году за символический 1 фунт стерлинга. Станция работает круглый год как метео- и географическая обсерватория. Но главное ее предназначение – исследование озоновой дыры, рассказывает директор Национального антарктического центра Евгений Дикий. Это явление впервые открыли именно здесь еще британцы. Сегодня мы в первых рядах тех, кто определяет все эти многомиллиардные инвестиции и политические решения, направленные на сохранение озонового шара, отказ от фреонов и прочее. Работает это или нет, зарастает ли ДРА, фактически, сегодня мы первые, кто это узнает и сообщает всему миру. Британия решила построить другую обсерваторию с аэродромом и передала Украине вместе со станцией свои исследования и технику. С тех пор каждый год из Киева туда ездит команда из 12 человек, 7 ученых и обслуживающий персонал, механики, врач, повар и системный администратор. На эти специальности больше всего желающих. Чиновники признаются, конкурс всегда был открытым, но о нем знали немногие. Просто в этом году его лучше проанонсировали. И в антарктическом центре уже больше сотни заявок. Есть даже те, кому мало просто подать анкету. Им нужно найти меня в соцсетях, написать мне что-то вроде. Я не обладаю ни одной из заявленной профессий, но я очень хочу с вами на Северный полюс. То есть люди даже не посмотрели, где Антарктида, а где Северный полюс. Кандидатов оценивают по трем критериям. Необходимый профессиональный опыт, здоровье, проверяют, чтобы не было хронических заболеваний, которые в снежной пустыне могут обостриться. И психологический фактор, ведь в изоляции и темноте предстоит провести год. Когда на 12 мест уже отобрали 24 человека с дублерами, их вывозят на тренинг на закрытую базу, за город, где за ними наблюдают психологи. На этом этапе определяем тех, с кем могут возникнуть проблемы. Возраст и пол роли не играют. Мне тут некоторые заявляют, что женщина не приспособлена к условиям Антарктики. Слушайте, в 50 километрах от Вернадского американская станция Палмер. Женщин там половина. А на Южном полюсе условия еще хуже. Там зимой до минус 80 бывает. И я хорошо знаком с Келли Фолкнер, которая 5 лет была там командиром базы. Поэтому это все стереотипы. Другое дело, что мы женщинам предпочтения при отборе отдавать не будем. У всех равны шансы. Но поехать в Антарктиду можно и не в составе экспедиции, если самому оплатить дорогу. А это в среднем около 3000 долларов. Поэтому львовский писатель Маркиян Прохасько решил собрать деньги сам через добровольное пожертвование. Говорит, большая часть суммы уже есть. Ее внесло львовское издательство. Я не буду как участник экспедиции. Я просто к ним присоединюсь и потом напишу об этом репортажную книгу. В этом меня поддержало издательство. И также частные лица сбросились финансово, чтобы я присоединился. Родственники удивлены, но поддерживают. А что им еще остается? Подача заявок в экспедицию продлится до конца ноября. После в арктическом центре выберут самых достойных. Они и отправятся в конце марта в Антарктиду на целый год. Артем Хоменко, Юлия Биль и Руслан Белозеров, UATV. Два человека ранены в результате нападения в офисе Sony Music в Лондоне. Этим утром мужчина с ножом напал на людей в офисе компании. По словам очевидцев, он повздорил с охраной. Оба раненых попали в больницу. Их жизнью ничего не угрожает. Полиция задержала хулигана. Причины нападения устанавливают правоохранители. Хакеры взломали почти 50 тысяч страниц украинских пользователей. В Фейсбуке произошла утечка данных. Замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил в офис Фейсбука запрос по утечке информации. Об этом написал в соцсети. 120 миллионов аккаунтов украли с помощью специального расширения браузера. Его пользователи скачивали, не зная об угрозе. Так, хакеры заполучили доступ к страницам и личной переписке. Информацию об этой базе появилась в сети в начале сентября. Ресурс, на котором продавали доступ к страницам, уже дважды блокировали. Согласно данным BBC, хакеры, предположительно, из России. У портала был петербургский IP-адрес, а резервная страница зарегистрирована у хостинг-провайдера KingServers, причастного к хакерским атакам на сервера Демократической партии США в 2016 году. За секунду телепортироваться через океан возможно. Инновационную технологию видеосвязи с использованием голограмм показали в Лондоне. Уже вскоре такие лекции можно будет проводить по всему миру, утверждают эксперты. Больше о современном телепорте расскажет Александр Кулебаба. Вы видите меня? Слышите? Чудесно. Мэри Леника, менеджер Google, сидит в Калифорнии, а ее голографическое изображение транслируют на сцене имперского колледжа в Лондоне. Все происходит в режиме реального времени. Можете называть это окном в мир, если хотите. Это первая экспериментальная лекция с новым устройством для проведения вебинаров с эффектом присутствия. Благодаря такой технологии эксперты с любой точки мира могут связываться со студентами и делиться своими знаниями. Мы действительно надеемся, что эта технология приведет к тому, что внешний мир войдет в наши классы, а также позволит нам проводить лекции по всему миру. Единственный недостаток технологии – лекции должны проходить в полной темноте. Думаю, мне бы не понравились онлайн-лекции из-за недостатка вовлеченности, но эта технология другая. Я была бы не против и думаю, это было бы интересно – получать доступ к разным лекциям и различным спикерам. С применением этой технологии бизнес-школы по всему миру создают новую онлайн-платформу для цифрового обучения. К проекту уже присоединились учебные заведения в Германии, Норвегии, Сингапуре, Канаде и Франции. Я думаю, у нас будет три роли. Первая – преподавать в нескольких местах в одно и то же время, поскольку из-за временных различий студентам из Азии не так просто состыковываться с американскими. Вторая – приглашать руководителей компаний к студентам, так как им сложно найти время. И, вероятно, третья – возможно, нам получится провести лекцию Эльберта Эйнштейна. Ждем этого. Ранее эту технологию использовали для развлечения в музыкальных шоу с большим бюджетом. В том числе воскрешали Тупака Шакура и Майкла Джексона. Теперь же голограммы стали доступнее и идут в массы. Александр Кулибаба, UATV. Прикоснуться к реликвиям с Луны. В Далласе продают вещи Нила Армстронга, первого человека, ступившего на спутник Земли. С молотка уже ушла форма космонавта. За нее дали 88 тысяч долларов. Кроме того, продают флаг, который Армстронг взял с собой на корабле «Полон-11» во время путешествия на Луну полвека назад. А также кепку астронавта, медали, пропуск НАСА, флаг университета, где он обучался, и даже памятную наклейку на бампер. Такие продавали в родном штате Армстронга в год его полета на Луну. UTV.ua – сайт канала. Там новости об Украине на четырех языках мира. Заходите. Спасибо, что вам интересна Украина. Непременно увидимся на UATV. Будьте с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова